Дополнительного финансирования требуют дорожники Западноказахстанской области для завершения работ на участке трассы от Касталовки до границы России. Соединить отдаленный район с областным центром планировали уже к следующему году, однако вряд ли это удастся, говорят строители. Роза Сатканова попыталась разобраться в причинах. Ергулан Тимиров занимается частным извозом. Услуги пользуются спросом, ведь добраться из Женебека до Уральска можно только на автотранспорте. Другого сообщения нет. Выезжает в город два раза в неделю. Преодолевает около 500 километров. Немалая часть из них ухабы и ямы. Машина постоянно ломается. Приходится часто ремонтировать. Стойки, пружины каждый раз нужно менять. С каждым рейсом по 10 тысяч уходит на ремонт. В 2019 году дорогу все-таки начали ремонтировать. Жители обрадовались. Скоро будут ездить по новой трассе. Но ожидания не оправдались. В прошлом году подрядчики уложили всего 2,5 километра асфальта на первом участке. Столько же прокладывают и в этом. И еще 4 километра на втором участке. Протяженность трассы 135 километров. В 2019 году началась работа по двум участкам. 85 километров они должны были до 2021 года завершить. В этом году работа идет, но из-за малого финансирования работа по асфальтированию идет медленно. Впрочем, дорожники обещают ускориться и даже уложиться в срок при выделении дополнительных средств. Выделено в 2019 году 1,5 миллиона средств. А в 2020 году около 1,5 миллиарда на три участка, указанные в автомобильной дороге. Инициирован вопрос о выделении дополнительных средств. Вынесено на рассмотрение РБК. Получено одобрение. В 2021 году подрядчик приложит все усилия в выполнении ремонтных работ, указанные сроки. Однако не только сроки, но и качество проводимых работ вызывает сомнения. Специалисты выявили грубые нарушения технологии укладки дорожного полотна. В дальнейшем они могут привести к выкрашиванию и разрушению асфальта, объясняют они. Отобрали 78 проб дорожно-строительных материалов. Девять из них не соответствовали нормативам. Был щебень, был ПГС. Несколько раз такие были. Они были забракованы и вывезены с участка. На километре 53,95 были выявлены ряд нарушений. Это отсутствие подгрунтовки при укладке асфальтобетонной смеси, что является нарушением технологии, влияет на качество. Они вводят асфальтобетон, смесь, с поселка Униге. И там вот при дальней воске необходимо накрывать самосвалы брезентовыми полагами, потому что там вот есть инородные материалы, это пыль, глина, также влияет очень серьезно на качество. Из 23 нарушений 18 сейчас устранены. Выписаны предписания подрядчику. А технодзор и вовсе рискует остаться без лицензии, поскольку, являясь представителем заказчика и отвечая за качество проводимых работ, допустила эти нарушения.